Дав несколько месяцев передышки, новая коронавирусная инфекция привлекает все больше внимания из-за роста заболевших. Впрочем, это неудивительно. Несмотря на все просьбы главного санитарного врача Забайкальского края, от массовых мероприятий никто не отказался. Более того, сами члены правительства и высокопоставленные работники администрации всех уровней демонстрируют беспечность, появляясь в местах скопления людей без маски, а то и с бокалом в руке. С 24 по 30 мая отмечается рост в 12,3%. Причем рост заболеваемости отмечается как по городу Чите, так и по районам Забайкальского края. Причем по городу Чите рост заболеваемости отмечается выше, чем по районам края. Мы считаем, что превышение заболеваемости, вернее рост заболеваемости связан прежде всего с проведением в мае большого количества массовых мероприятий. Эпидемиологическая ситуация в крае остается напряженной, в связи с чем необходимо продолжить действенный контроль за соблюдением мероприятий, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции. Услышат ли наши чиновники еженедельную мантру Роспотребнадзора о прекращении массовых мероприятий, сказать сложно. Но призрак третьей волны COVID-19 маячит все явственнее. Не пришлось бы вскоре выслушивать от членов правительства упреки в адрес забайкальцев об их беспечности и несоблюдении масочного режима. И об очередных многомиллионных тратах во имя здравоохранения края. Надеяться на всеобщую вакцинацию все равно, что на погоду в Забайкалье. Не так давно опасались весенних пожаров. Теперь всерьез опасаемся подтоплений из-за обильных дождей. Там, где невозможно предотвратить затопление, основная задача – это своевременное оповещение и эвакуация жителей. Еще раз, своевременное оповещение и эвакуация жителей. Сейчас полностью и МЧС, и наш департамент держат руку на пульсе. Моментальное, что будет, предупреждение, если где-то что-то, если вы видите своими глазами, с докладом, не дожидаясь команды сверху, эвакуируйте всех из зоны предполагаемого затопления. И надо этого бояться. У нас не прекращается незаконная рубка. У нас каждую неделю по 5 миллионов мы выявляем ущерба практически. Если посмотреть с начала года по листовому назору, то 319 протоколов со Сталина здесь за последнюю неделю. Если разделить на количество недель, которые прошли, то работа очень приличная. Я на что хочу обратить внимание, это всех касается, особенно муниципалов. Рубят-то у нас под носом. Любой глава поселения все друг друга знают. Редко на оперативных совещаниях при губернаторе Забайкальского края, который, к слову, вновь отсутствовал, звучат слова «сделал в срок» или «выполнили в полной мере». Даже сети-менеджер Читы не нашел в этот раз фактов позитивной деятельности, за исключением того, что день города прошел на ура. Примеров же недостаточной или некачественной работы масса. Когда администрация будет работать так, как велит ему став, и денежное содержание – неизвестно.